Субтитры сделал DimaTorzok До плана до игры не было особо, у нас в час дня игра, так, а, в смысле планы? Нет, игры. А, мы знаем, как играет Нэшвилл, и обычно всегда, когда с ними играем, игры очень тяжелые, очень силового хоккея, много борьбы на льду на каждом участке, и играли с ними вплоть до этого тоже, и ребята, кто здесь были, все равно помнят то, что уступили им, и готовились к такому хоккею, знали, что сейчас это очень важные выходные для нас, две игры. Почти за сутки, поэтому очень важно было выиграть сегодня, и завтра поедем, и постараемся делать то же самое на выезде. Сегодня играл на линии с Брейден Шен и Райан Орайлой, Шен в основном играет в центре, сегодня поставили на левом крыле, как тебе это понравилось? Это хорошая линия, у вас очень хорошая химия, и забили гол, Шен сделал очень хороший пас, расскажи немножко об этом тоже. Да, играем последние сколько, пять игр вместе, нас поставили так, и обычно Брейден играл в середине, не знаю, я тоже считаю, что у нас довольно-таки хорошо получается, но где-то играем попроще, где-то приходится даже шайбу забрасывать, но работаем, чтобы вернуть ее обратно и создавать моменты, потому что для нас сейчас каждая игра очень важная, мы понимаем ответственность, которая нас лежит, особенно после такого тяжелого старта, и, конечно, атмосфера сейчас лучше намного в артилалке, и ребята их бьют друг за друга, и у нас есть одна цель, которая нас объединяет, поэтому сейчас уже это не кажется так фантастическим, как было до этого, поэтому будем стараться работать. Кстати, как ты сказал, начало было не очень удачное, в какой момент и по какой причине, если есть, вдруг изменилась удача, и вы начали играть очень хорошо, выиграли уже шесть из последних восьми игр, только одну из них проиграли в регуляр тайм, а расскажи, что именно, или просто почему вот так получилось? Много всего происходило в начале сезона, и тренера поменяли, и много негатива было, но я думаю, что когда новый тренер пришел, стал главным тренером, наверное, ребята стали относиться по-другому друг к другу, сейчас намного очень дружелюбный коллектив, ребята, видно на играх, все радуются друг от друга, и раньше было тоже так, но, опять же, много было негатива в связи с этими слухами, и всегда, когда отставка тренера, это очень тяжело сказывается на команду, и очень долго получалось искать какую-то уверенность, что ли, в себе, и потом выиграли одну игру, выиграли вторую, и, наверное, поняли, как надо работать, как надо играть, чтобы выигрывать игры. Пять на пять играете изумительно, в меньшинстве играете изумительно, почему тяжело, кажется, играть в большинстве? Что-то последние пару игр, да, наверное, пару-тройку игр, наверное, где-то хотим сыграть супер, какой-то пас отдать сразу, может, где-то, опять же, надо попроще немного выводить на бросковую позицию, там, бросать середину побольше, чтобы растягивать квадрат обороняющихся, и будем работать, но мы понимаем, что особенно в плей-офф, если ты не забиваешь в большинстве, это уже, ну, мы знаем, что получается, ты проигрываешь серии, поэтому это очень важный компонент, это ответственность лежит на нас, и надо разобраться и исправить эту ситуацию. Во время «Олтербрейк» отдыхали, что делали, где отдыхали? Дома был, дома был с семьей, с женой, с детьми, как бы, в прошло время провел, отдохнул, направился, сел, так, ничего необычного. И еще пара вопросов, Александр Вечкин, проперебил знаменитого Сергея Федоров, конечно же. Да, ну, его поздравить, да, все-таки побил его рекорд. Читаю в этом году хоккейные новости, вот, и это, конечно, очень, очень почетно, и поздравляю Сашу, надо будет, опять же, гуков поздравить. Супер, и последнее, что ты думаешь, надо еще команде чуть-чуть, чтобы вот перейти этот этап, и, может быть, все-таки выиграть стальной кубок? Ну, у нас, мы вообще были на последнем месте в лиге, скажем так, и вот сейчас последние две игры выиграли Тампу, выиграли Нэшилл, я думаю, что это этап, две команды в лиге, и надо попадать в плей-офф уже, там, стараться как можно выше место занять, конечно, чтобы преимущество было в домашней арене, но попадать в плей-офф, просто играть друг за другом, опять же, где-то попроще, где-то самоотвержнее, но самое главное, чтобы атмосфера в коллективе сохранялась такая, как сейчас, и я думаю, что тогда может все получиться. Расскажи немножко людям, Джоран Беннигтон, мало кто его знает, а сейчас играет, абсолютно изумительно, расскажи немножко о нем. Мы давно его знаем, но парень работал, где-то шансы не давали, да, и вызвали, дали шансы, он его использовал, Бенни хороший парень, он работящий, работает на тренировках, добрый очень, и мы все очень рады, конечно, его успеху, и будем стараться помогать ему. Удачи, и надеюсь, все попадете в плей-офф и хорошо пройдете. Спасибо, удачи. Субтитры сделал DimaTorzok